Красоту этого рая, когда он скажет, я, Рабби, ли аййнабин хада, ли аййй шахидин хада, ли аййй салихин хада. О, Аллах, вот этот красивый рай, какому пророку принадлежит, какому шахиду принадлежит, какому праведнику принадлежит. На что Аллах сказал, это тот, у кого есть плата, чтобы заплатить, купить его, возможность купить. Он спросил, а сколько он стоит, чтобы туда попасть? Он спросил, прости своего брата, прости своего брата и зайдешь в этот рай. И тогда Аллах скажет, я его просил, Аллах, он зовет ко Всевышнему, то его дуа принимается. Даже дуа неверующего, даже дуа неверующего. Многие верующие из нашего поколения обращаются к дуа только в последнюю очередь. Как последнее пристанище, как последняя надежда. Ну что мне осталось, только к Аллаху воззвать. А вы говорите, что дуа нужно не в последнюю очередь делать, а дуа нужно в первую очередь делать. Нужно с него начинать и только потом делать причины. А у нас все наоборот, с ног на голову поставлено. Сегодня я хотел бы поднять тему о том, насколько сильным является дуа, обращенная к Всевышнему, о защите притесненных. От притеснителей, от залимов, от врагов, от недругов. Потому что с каким бы палестинцем мы ни говорили и ни спрашивали, чем вам помочь, они говорили в первую очередь дуа. Сами палестинцы говорят дуа, дуа, дуа. Дорогие братья и сестры, пожалуйста, читайте дуа. Это сильнейшее оружие. Могли бы вы нам объяснить, как читается дуа о защите от притеснителей и насколько велика его сила? Бусейм-Ляхи рахмала, 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 ассалату, ассаламу а' наанабину Мухаммаду, а алихи, а алихи, а сахмей, а жмаин. Наверное, Аллаху а'алам, может быть, не только дуа палестинцев Аллаху принял. Может быть, какого-то раба Аллаху, который находится где-нибудь в глухой деревне в Индии. Или где-то, может быть, в России, где-то в Москве, может быть, на Кавказе какой-то брат сделал дуа. Может быть, где-то в Китае мусульмане делали дуа за палестинцев. Поэтому, Субханаллах, от дуа, и вот опять же хотелось обратить внимание, то что посмотрите, какой у них якинь, какой у них убежденность, дуа у самих братьев фалестинцев, то что делайте за нас дуа. То есть бывает человек, когда говорит, что там дуа, что только дуа, что вы можете делать, и нам тоже будет вопрос, я думаю, вам, что только дуа, что помимо дуа нельзя, что луэх, вот такие сейчас мусульмане, ничего не делают, кроме дуа. То есть, опять же, видимо, Субханаллах, у этого человека, значит, есть да'аф и лякинь, у этого человека есть слабость в убежденности, то, что Аллах отвечает, или Аллах слышит, Субханаллах. Кто может помочь помимо Аллаха, Субханаллах? Или неужели ты свою, да, мы берем причину, неужели ты свою силу ставишь выше силы Аллаха, Субханаллах? Если мы говорим, что может быть сделала дуа, вот это вот такое положение, только стали сделать дуа, и так далее. Поэтому дуа, опять же, перед каждой газовой, Пророк Мухаммад, Субханаллах, вызывал к Аллаху, Субханаллах, и потом Аллах отправлял его ангелов. В Куране здесь 40-лал-фан сказано, то есть Аллах, Субханаллах, направлял свою силу, Аллах, Субханаллах, направлял свою мощь. Поэтому и мазлюм, притесненного человека, отдельно об этом сказано, Пророк Мухаммад, Субханаллах, сказал, Бойся дуа притесненного, поистине между этим дуа, этой мольбой, и Всевышним Аллаху, Субханаллаху, нету хиджаба, нету занавеса. И это говорится ученым, не только мусульмане, не только верующие, даже кафиры, если не верующий, если он притесненный, и зовет ко Всевышнему, то его дуа принимается. Даже дуа не верующий, даже дуа не верующий. Аллах, Субханаллах, это то, которому тяжелое положение, ему нужна помощь. Если он в этот момент обратится ко Всевышнему, то Аллах, Субханаллах, ему отвечает. А что касается дуа, где говорится, это говорится в судный день, когда они будут просить дуа, Аллах, Субханаллах, их дуа не примет. А что касается дуа, если он притесненный, Пророк Мухаммад, Субханаллах, сказал, мазлюм, то есть не указал, какого ученого, говорит любого притесненного. Также в другом сказано, Пророк Мухаммад, Субханаллах, сказал, Боже, дуа притесненным, даже если он грешник, поясни грех, он за свой грех ответит, Пресс-Вышний. Поэтому я всегда, человеку нужно, даже в этой жизни, бояться притеснить кого-либо. Притеснить его в его имущество, задеть его честь, или сделать его какой-то пример, притеснить его телесно, физически. А что уже говорить о мусульман, которые притесняют, изгоняют их из их домов, и притесняют уже тогда? Это в первую очередь, Аллах, Субханаллах, отвечает на дуа. Поэтому сказано, в каких случаях Аллах, Субханаллах, в двух случаях, в другом хадисе сказано, где Аллах, Субханаллах, наказывает уже человека, и отвечает, и наказывает, и уже при жизни, это человеку залина, это человека, который притеснит кого-либо. Вы доскажите свою мысль, у меня потом вопрос будет уточнить. Если вернуться, опять же, в сону пророку Мухаммаду, как Аллах, быстро отвечал на дуа, на дуа притесненных, мы можем это потом отстранить, потом как бы в конце эфира рассказать, и если у вас какие-то, может быть, пока вопросы. Машал. Дорогой хазарат, я хотел бы мысль важную подчеркнуть, которую вы сказали. Современное поколение мусульман зачастую прибегает к дуа в последнюю очередь. То есть они сначала пытаются решить проблему сами, ну, любая проблема, которая возникнет у них, там, в бизнесе, в семье, на работе, и в том числе в притеснении, мы много знаем случаев, в том числе и в нашей стране происходят случаи притеснения со стороны оборотней в погонах, как у нас высказываются сами чиновники, нерадивых чиновников, да и по всем странам бывшего Советского Союза, посмотрите, что происходит. Периодически люди и в тюрьме оказываются, и вооружённые конфликты вспыхивают. Но многие верующие из нашего поколения обращаются к дуа только в последнюю очередь, как последнее пристанище, как последняя надежда. Ну что мне осталось? Только к Аллаху воззвать. А вы говорите, что дуа нужно не в последнюю очередь делать, а дуа нужно в первую очередь делать. Нужно с него начинать и только потом делать причины. А у нас всё наоборот, с ног на голову поставлено. Как поступали в подобных случаях сподвижники? То есть они тоже начинали именно с дуа и только потом делали причины? Это дуа, это связь твоего сердца с Аллахом, насколько ты веришь в Аллаху, и насколько ты веришь в Аллаху, и насколько ты вовлечён в том, что говорит Субханалу. Аллах в Коране говорит Кто может ответить, мутар, притеснённому, если он к нему зовёт? К Аллаху, Субханалу. И отдалит от него всё плохое. Касательно мушрики, мушрики. Аллах в Коране говорит Когда садились на корабли, они взывали все с их ласом, с искренностью к Аллаху, Субханалу. То есть при этом они мушрики поклонялись, но взывали только Аллах, забывали о всех идолах. И Аллах что, Аллах их спасал, отвечал на их дуа, и дал им возможность достичь суши. Аллах в Коране говорит Когда Аллах дала возможность освободиться от того, чтобы утонул корабль и так далее, Аллах, Субханалу, начали спасение до суши доплыть, они заново шли, делали ширик Аллаху, Субханалу. То есть поэтому, говорит, во время страха не бывает атеистов, и когда весь страх, когда притеснение и так далее. То есть Аллах, Субханалу, на их дуа, даже когда отвечал, Субханалу. Да, Аллах. Когда мы говорим, Субханалу, всего лишь дуа, и дуа, и дуа, это, Субханалу, здесь, когда мы стоим на последнем, может быть, поэтому Аллах не отвечает, что мы не ценим дуа. Может, поэтому Аллах не отвечает на наши дуа, то, что мы дуа поставили на последнюю очередь. Как у нас один из имамов в Татарстане, он сказал, такой, может, грамотно учился, говорит, мы с моей супругой ехали, и мы через лес поехали сократить дорогу и застряли. И никого нет в лесу. Начали копать, начали копать. Это в Татарстане, один из имамов. И говорит, и так не могли, и это, и это, Субханалу. И никак не могли выехать, и назад, вперед, все, села машина. Потом я супруге говорю, Субханалу, мы дуа с тобой не сделаем. Давай полностью свяжем сердца с Аллахом, Субханалу. И так сделали дуа. Потом, говорит, я как-то на пониженную скорость сделал, нажал на газ и выехал из этого. Насколько мы искренне просим Аллаху, Субханалу. Поэтому, Пророк Мухаммад, Салалу, Алисалям, сказал, удау Аллаху, анту мукуйну на били-иджабе. То есть, просите дуа Аллаха так, что вы верите, что Аллах, Субханалу, Алисалям, ответит на ваши дуа. Давайте посмотрим, вернемся, как просили. Посланник Аллах, Салалу, Алисалям, притеснил его. И как он его притеснил, то есть, он призывал, и он сделал ему притеснил, сделал ему зульм. Он сказал, Я не верю в тебя, ва бин-наджм и дахала. То есть, не верю, то есть, в аяты, в Куранах, где есть суратин-наджм. Субханал, в очи его мастяка, субх. Плюнул в лицо Пророка Мухаммада, Салаллаху, Алисалям, и в тот момент, посланник, Салаллаху, Алисалям, не начал отвечать, не начал нападать и так далее. Не было ему какого-то приказа, военного приказа. Он что, поднял руки и сделал дуа. И его съел волк, Субханаллаху, когда он был в пути, когда он шел в 100 дни, но напал волк. Из всех других, из всех хурасшитов, волк искал именно его, и именно его съел. Субханаллаху. Также из... Помню, когда Пророк Мухаммад, Салаллаху, Алисалям, когда его притеснили, когда он был в Таифе. И с ним был... Когда с ним вместе они были, ты историю знаете, когда на протяжении... Когда нас загляли камнями. Камнями, на протяжении 20 дней. Его закрывал... Зайд, который был вместе с ним, Мауляху, закрывал его, чтобы Пророк Мухаммад, Салаллаху, Алисалям, не попали. Послали на них к нему сумасшедших людей, детей, чтобы издевались над ним так. Тапочки Пророк Мухаммад, Салалям, были в крови. Но в этот момент, когда он ушел, Пророк Мухаммад, Салаллаху, вот, Субханаллаху, он пришел с дарватом, и когда он вышел оттуда, из стороны Таифа, в сторону Мекки, он пришел с дарватом, то есть в этом дуа смысл этого дуа то что он просил Аллах прощения его притеснили а он просил прощения, может быть что-то я не так довел я к тебе обращаюсь, то есть жалую за свою слабость то есть я слабый, может быть не так что-то довел кому-то не так донес даму и так далее то есть просил Аллах прощения, и Аллах послал ему двух ангелов Джибраил алейсалям и Ангелы гор тогда он сказал, что прикажи только меня, то сейчас я вот эти горы Таифа на этот народ уничтожен то есть Аллах, ну что сделал послал Николай саллаху алейсалям, он сказал, нет иншаллах я надеюсь, что придет время, когда из-за этой местности будут народы, которые будут почитать Аллаху, поклоняться Аллаху, будут дезинобожники Майдак, оно сейчас есть самое прекрасное место, такое лучших мест в Сауде, Таиф дорогой хазарат, можно такой вопрос задать? я встречал такой хадис в котором посланник Аллаху мирового благословения говорил о том, что существует три вида притеснений первый вид притеснения, который Аллах не прощает это ширк это великое притеснение, когда человек оказавшись неблагодарным предает Аллаху то есть это первый вид притеснения, который Аллах не прощает второй вид притеснения, который Аллах прощает это когда человек оказывается несправедлив сам по отношению к себе и в отношениях со своим Господом он допускает притеснение то есть то, что между рабом и Господом Всевышний прощает и третий вид притеснения, который Аллах Всевышний не оставляет без наказания это когда человек притесняет другого человека как то, что между одним рабом и другим рабом. Вот я попросил бы вас применить ли к сегодняшней ситуации разъяснить смысл этого хадиса. То есть что является для нас сегодня величайшей несправедливостью, что является тем притеснением, которое Аллах не прощает, что является притеснением, которое Аллах простит сегодня, сегодняшнее прегрешение нам. И вот применительно к этому зульму, который творится, по отношению к народу Палестины, каково положение притеснителей будет в этом мире или уже в Судный день перед Всевышним Аллахом за ту несправедливость, за то притеснение, которое они творят на наших глазах? Что касательно вот этих трех видов, Аллах Субхану Дорога говорит, «Инна ширка ла зульм на адвим». Поистине ширк, многобожие, язычество, великое притеснение. Зульм. Когда спросили у Пророка Мухаммаду Субхану Дорога, какое самое плохое дело, которое не любит Аллах Субхану Дорога, на что сказал Пророк Субхану Дорога, это когда ты делаешь Аллаху Субхану Дорога, продаешься товарищи в тот момент, когда Аллах Субхану Дорога тебя сотворил. Я самый тот, кто не нуждается в компаньоне, сказал Аллах Субхану Дорога в Хадисе. И тот, кто для меня сделает ширк, то есть наряду со мной еще кому-то будет делать поклонение, без разницы, пусть это будет ангел или пророк даже, без разницы кто. То оставлю я его и тот, кому он делал поклонение. Это самое великое притеснение. Второе, также куфр не верит. Аллах в Коране говорит поистине, кафиры не верующие, они притеснители. Эти виды зульма Аллах не прощает, если только человек не сделает тяуба и не вернется к Аллаху Субхану Дорога. Второе, когда между рабом и Аллахом, когда человек сам себя притесняет. Аллах в Коране говорит, я никого не притеснял, люди сами себя притесняют. Когда он совершает грех между человеком и рабом. То есть между рабом и Аллахом Субхану Дорога. Совершает какой-то грех. Тем самым не затрагивая хақа другого человека. Не нарушает права. Третье, это когда человек сделал зульм по отношению к кому-то другому. Когда, например, отбирает его имущество, задевает его честь, на его семью нападает и так далее. То есть приступает к границе дозволенного по отношению к рабам Аллаху Субхану Ва Та'ля. То есть нарушает права других людей. Поэтому Аллах Субхану Дорога сказал, иння харрам ту ширка аля нафси. Иння харрам ту дзульма аля нафси. Фаля тазаламу. Поистине, я даже сам себе запретил кого-то притеснять. Аллах Субхану Ва Та'ля. Я запретил кого-то притеснять, не притеснять же друг друга, говорит Аллах Субхану Ва Та'ля. И также Аллах Субхану Ва Та'ля не любит притеснителей. Аллах Субхану Ва Та'ля может простить грехи. Аллах Субхану Ва Та'ля любит рабов, которые грешат, какие-то делают грехи, то есть по страсти. Аллах Субхану Ва Та'ля их спрощает. Аллах в Коране говорит, Аллах Субхану Ва Та'ля хочет вас простить. Также сказал права Мухаммад, Если вы не будете грешить, то Аллах Субхану Ва Та'ля заменит вас на другой народ, которые будут грешить, просить Аллаха прощения, Аллах будет их прощать. Но однако, однако, по отношению к другому человеку, Аллах Субхану Ва Та'ля в судный день не простит этого человека, пока тот человек не простит его. Поэтому человек, когда один другого убил, в судный день этот человек приведет его и уже все Аллах будет судить. Скажет, Аллах спроси, за что он меня убил? Аллах Субхану Ва Та'ля будет судить. Поэтому в данном случае притеснения по отношению Аллах Субхану Ва Та'ля Аллах Субхану Ва Та'ля может простить все, что кому пожелает. Единственное, что Аллах Субхану Ва Та'ля не прощает, ащерква куфр. Аллах в Коране Субхану Ва Та'ля И так же сказано, говорит, ага. Доскажите, да, расскажите, я задам вопрос. Например, в хадисе сказано, что двое придут в судный день из верующих, из верующих Аллаху Субхану Ва Таалиму. И один нарушил права другого, может быть, забрал его имущество, или, может быть, за спиной говорил про него что-то плохое, или, может быть, его честь за дело и так далее. И этот человек скажет, Субхану Вау, я Рабби, у него есть хак, то есть он нарушил мои права, я хочу сейчас забрать. В судный день, знаете, нет долларов, нет евро, нет динаров, дирхамов, только благие дела и плохие дела. Тогда Аллах Субхану Вау скажет, что забирай его благие дела, и он будет забирать до того, что у него ни одного благого дела не останется. И в этот момент скажет, я Рабби, до тех пор, говорит, я не вернул то, что он мне должен был при жизни. То он скажет, бери свои грехи и на него возложи. То есть, Субхану Вау, уже он без одного благого дела, еще плюс еще это аузар, тяжесть грехов. То есть все, он уже уничтожен. И посмотрите на милость Аллаха Субхану Ва Та'Аля. Это касательно верующих людей. Аллах Субхану Вау в этот момент откроет дверь в рай. И когда он увидит в раю ангар, ажджар, басатин, басатин, кусур, то есть увидит там ангар, реки, деревья, сады, дворцы. Вот красоту этого рая. Когда он скажет, я Рабби, ли аййнабин хада, ли аййй шахидин хада, ли аййй салихин хада. О, Аллах Субхану Ва Та'Аля, вот этот красивый рай, какому пророку принадлежит? Какому шахиду принадлежит? Какому праведнику принадлежит? На что Аллах Субхану Ва Та'Аля? Это тот, у кого есть плата, чтобы заплатить, купить его, возможность купить. Он спросил, а сколько он стоит, чтобы туда попасть? Он сказал, прости своего брата. Прости своего брата и зайдешь в этот рай. И тогда Аллах Суфану Ва Та'Аля скажет, Я его простил И смотрите милость Какой он милостив По отношению к своим рабам Это уже уничтожено Возьми этого брата своего за руку И заходите вместе Хазрат Позвольте мне Задать вопрос Как В ситуации Страшных видов потеснения Таких как война Таких как массовое убийство Таких как Избиение молящихся в Аляксе Вот в этих ситуациях Когда мусульмане читают дуа За палестинцев За уйгуров За жителей Сирии Во время страшных бомбежек Как читаются эти дуа Можете ли вы нам пояснить Если вдруг какой-то верующий наедине Хочет вознести Эту мольбу Всевышнему Как она должна делаться Самое первое Дуа Начинать дуа с Аллахом Хотел бы привести пример У вас какая-то есть встреча С человеком С чиновником Который может решить Какой-то ваш вопрос Правильно Вы когда с ним договорились О встрече О назначенной встрече Как вы подойдете к нему Как вы придете к нему То есть Оденьте лучшую одежду Подушите и так далее И зайдете к нему И перед этим Вы не сразу начнете Сдавать вашу просьбу С просьбой Вначале там поблагодарить его За те действия Которые сделал Там что-то скажете И потом уже зайдете То же самое Здесь В дуа с Аллахом В начале Пасхвалил Аллахом Мы благодарим Ты создатель небес и земли Мы тебя благодарим Ты свет небес и земли Мы благодарим Всевышний Столько благодарим Сколько мы дышим Мы тебя благодарим Сколько падает Листочков в деревья Мы тебя благодарим Сколько шумят волны и так далее. Благодарим, благодарим. Потом вспоминаешь, что Аллах, тебя благодарим за то, что ты сделал мусульманами, благодарим за иман, за Коран, за семью, за это. То есть, Субханаллах, сколько мы делали, мы тебя благодарим. Я прошу прощения, Хазарат, я хотел бы уточнить, потому что многие люди зададут этот вопрос. Вся эта хвала нужна же не самому Всевышнему. Всевышний не нуждается в этой хвале. Она нужна, чтобы смягчить наши собственные сердца, нам самим напомнить, сколько нам Всевышний сделал, и как мы должны быть Ему благодарны. Ведь именно для подготовки своего сердца мы возносим эту хвала. Для подготовки этого сердца и так же Аллах говорит, что когда Аллах сотворил его, показал, что будет с рабами, кто-то грешник, кто-то верующий и так далее. Адам спросил, я раб блявся вы, тебе не лягает. О, мой Господь, если бы ты всех сделал одинаковым, потому что я люблю, когда меня восхивляют, люблю, когда меня благодарят. То есть, Аллах любит, но Аллах в этом не нуждается. И когда пророк Мухаммаду, когда ему сказали, что в судный день будет страх, и каждый побежит к своему пророку, и каждый будет говорить, нафси, нафси, помоги мне, помоги мне. На что пророк Мухаммаду, в салюме, в хадисе, сказал, что Я знаю, как попросить в Аллах. Я подойду и сделаю земной поклон под Аршем, патроном Аллаха, Субхану Та Али. Я буду восхвалять теми восхвалениями, которые обучил он меня. И что будет, Мухаммад, встань, подними голову, проси, я тебе дам, проси заступничество, ты будешь заступником. То есть, это ключи, это ключ к дуа, перед тем, как просить в Аллаху, Субхану Та Али. Поэтому, сахабы, мы любили восхваление Аллаха в дуа, больше, чем с самой просьбой. То есть, Аллаха восхвалять мы любили больше, чем просить. Поэтому, вот это, чтобы восхвалять Аллаху, делай салва за правок Мухаммаду, и потом уже просишь. Именно просить, опять же, через имена и сафаты Аллаха. Например, Я мунтақым, о, то, которое в данном случае уже, когда идет притеснение, когда идет война, то Я мунтақым, о, то, который Я джаббар, алейка бихим, то есть, такие вот дуа, проще, что накажи их, и так далее. Саллита алейхим джундан мин джундак, я ма ля али, ма я ма ля али, джунуда раббика иллаху, то есть, пошли к нему в свое войско, а из ангелов помоги ей, и так далее. И именно в этот момент ты должен просить именно из всего сердца и убежденности. Вот такое дуа просить. Вот такое дуа, и Аллаху, Субхану Таалу, Аллаху, Опять же, дуа, это что, насколько человек, якин, просит у Аллаха, Субхану Таалу, насколько более убежден, настолько Аллаху, субхану Таалу, ответит. Есть разногласия в достоверности этого хадиса. Некоторые ученые говорят то, что он достоверный, некоторые ученые говорят то, что он недостоверный, но его смысл достоверный. Был такой человек, он был один из подвижников из ансаров, из жителей Медины. И он, занимался торговлей, брал своими деньгами торговал, брал, то есть делал тижару, покупал что-то, продавал, брал у других сахабов, то есть он этим занимался бизнесом. И вдруг по пути, когда шел, на него напал лес, на него попал вор. И тогда он сказал, говорит, я хочу, говорит, скинуть свои богатства, имущества, я хочу тебя убить. На что он сказал, что забирай мое имущество, говорит, зачем меня тебя убивать? Он сказал, говорит, имущество я так и так заберу, но я хочу спустить твою кровь. Тогда говорит, дай мне прочитать четыре рака'ата намаза. И когда прочитал четыре рака'ата намаза, в последнем рака'ате делал дуа, я вадуд, я дал арши маджид, я фаал, не ма турид. Ассалю ка би аззик вот эта дуа, то есть через атрибут Аллаха, через его возможности, он обратился в дуа и говорит, дай мне помощь, дай мне помощь, дай мне помощь, Всевышний Аллах. Когда он сделал салям, увидел, что этот человек уже убит, который он на него хотел напасть. И видит рядом с ним задника, я тогда спросил, он говорит, этот салям сказал, кум, стань. И тогда он сказал, кто ты такой? Он говорит, ангел с четвертого неба. Когда ты начал только просить дуа, затряслись небеса. Когда второй раз начал делать дуа, открылись небеса. И потом, когда третий раз начал просить дуа, мне сказали, это дуа макру, притесненного. И я просил Аллаха разрешение, чтобы он именно меня послал. И субханаллах. Маала Аль-Хасан, Аль-Хасан сказал, Ибн Аль-Хасан ибракамиллах, самое удивительное, эту историю приводит Ибн Аль-Хасан ибракамиллах в своей книге То есть он приводит в начале эту историю. И многие из ученых эту историю часто приводят. И Асян говорит, что если человек притесненный, пускай он просчитает четыре рака'ата намаза, и в последнем рака'ате сделает это дуа, в последнем садже делает это дуа. Это для тех, которые притесненные люди. Если есть какое-то притеснение, мы сейчас, например, говорим это, сейчас о Палестине, наших братьев, о Маджиле Акса, который наше Кибла и так далее. Вот эти дуа, которым мы просим, чтобы он свое войско послал в палестинцев и так далее. Вот эти дуа делаем, делаем во время Аль-Фаджира, когда делаем дуа. Вот это очень сильная дуа. Однако, если есть какие-то притеснения между братьями, то, конечно, Аллах в Коране говорит, если вы простите, это ближе к богобоязненности. И так же Аллах, субхану и Алена, то, кто просит, то есть будет ради Аллаха, его награду Аллаха, его наградит. За то, что его притеснили, и Аллах наградит за то, что он простил его. Дорогой хазарапийский, мы вас благодарим за такое напоминание, за такое наставление. Иншаллах, уже в следующую пятницу будем готовить следующую тему, чтобы оживить наши сердца. Аллах да вас даст вам за все, что вы делаете. Баракалапикам. Джазакам ахайр. Баракалапикам. Саламу алейкум.